Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Крестным ходом из далеких сел, машинами, автобусами из алтайских городов, прихожане из разных уголков края спешили сегодня в Сорочий Лог в церковь, которая, как считается, стоит на святом ключе, бьющем из-под земли. Праздник усекновения главы Иоанна Крестителя для местного скита особый, потому что он назван в честь этого святого. Светлое убранство церкви, гирлянда свечей перед иконами, смиренные взгляды прихожан. Иоанна Крестителя в Сорочий Логу вспоминали торжественно. Провести утреннюю службу из города приехал алтайский митрополит Сергий. Перед ликом святого, которому в этот день отвели центральное место, он прочел молитвы. Вместе с ним это сделали и остальные прихожане. Кстати, так многолюдно по христианским праздникам в ските всегда. Особенно почитают это место люди, исповедующие семейные ценности. Приезжают помолиться за себя и детей, приложиться к иконам. В миру все равно расходуется наша душевная энергия. А как-то что-то приехать сюда, здесь вот знаете, как батарейки наши духовные. Да, духовно очень легко становится. Приехали, подзарядились и поехали снова в мир тратить энергию. Матушка Марфа, настоятельница скита, делает все, чтобы семейных святынь в храме становилось больше. Весной, например, в Сорочелок доставили мощи Петра и Февронии. А буквально в понедельник слева от входа свое место заняла икона, которая называется Млекопитательница. В объемное полотно с ликом Святой Марии вмонтирована маленькая капсула из Иерусалимской молочной пещеры. Именно в этой пещере, по преданию, Богородица кормила своего младенца. Сегодня Владыка Сергий осветил икону. Теперь к ней можно приходить, помолиться о даровании детей. Что знаменательно, это вообще место, значимость его, то, что люди сюда приезжают на источник, получают исцеление, берут воду. Ну а сегодняшний праздник в Сорочем Лагу по традиции закончился большой трапезой на территории монастыря. За столом верующие наверняка еще не раз вспомнили об Иоанне Крестителе, святом, который и в жизни, и в смерти остается для христиан учителем духовной жизни. Алексей Янкин, Павел Лауранин, информационный канал «Город».